В регионе выбрали АСОВ среди инструкторов по вождению. Всероссийское командное первенство проходило на базе Самарской объединенной технической школы ДСАВ по инициативе Министерства образования и науки области. Теория и автодром все как на стандартном экзамене, тем продолжит Татьяна Пудова. Здесь все как на экзамене в ГИБДД. 20 вопросов, допустимы две ошибки, результат на мониторе. Опыт есть. Вследствие этого волнение отсутствовало практически. Выбираешь вопрос, то есть можно не по порядку, но, допустим, который полегче для тебя. И открывается страничка и смотришь вопрос, ответы, выбираешь. Следующее задание автодром. Упражнение куда сложнее, чем у курсантов. Это колея. Впереди габаритный круг, бокс. Всего 10 заданий. Многие вовсе не применяют в автошколах. Александр почти 5 лет обучает будущих водителей. Говорит, не важно, какой машиной управляешь. Дело не в машине, дело в том, как ее управлять. И знать ли правила дорожного движения. Ездить можно на любой машине, которая стоит несколько миллионов. А как ездить на ней, умеючи, не умеючи, не знать правила, это уже совершенно другое. Поэтому не важно, какая машина. Главное, кто за рулем сидит. Организаторы конкурса отмечают. Профессия мастера обучения вождению всегда имела спрос на рынке. В большинстве из учебных организаций процесс подготовки водителей проходит без отклонений от нормативных требований. Тем не менее, список тех, кто пострадал от новичков, день от дня растет. Ежегодно в Самарской области выдается порядка 56 тысяч водительских удостоверений. Растут требования к качеству подготовки кандидатов-водителей, водителей, которых мы в конечном итоге выпускаем на дороге. Это напрямую связано и с аварийностью по вине молодых водителей. То есть, чем выше качество подготовки того или иного кандидата, тем лучше квалификация преподавателя. Призеров ждут путевки на Всероссийский конкурс, где они будут представлять Самарскую область. Татьяна Пудова, Виктор Соколов, Новости губернии.